МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А она мне говорит, шиш съешь. Зря идем. Спит он. Разбудим. Эй, отче! Выходи, поговорить надо. Насчет писания. Сомнения тут у нас насчет этого. Змея. Да нет никого. Может, по домам, а? Включишь, Петь? Не боись, нас трое. А что боятся? Считай уже наше хозяйство, Петя. Эй, отче! Что такое? Звон же отменили. Батя, бузит напоследок. Это что там такое? Пойдем посмотрим. А ну. Как? Перевернуть надо. О, что-то новенькое. Ограбление, убийство. Это откуда? Русская лозовая. А. Харьковская область, Николаевский храм. Настоятель. Упал с колокольни. А откуда здесь молотку взяться? Год какой? Так, 1961. Ну, тогда это многое объясняет. Это разгар антирелигиозной компании. Хрущев по телевизору обещал показать последнего попа. Храмы закрывают, приходы сокращают. Нас, священники. Ну, знаешь, с ними иной раз так жестко работали, что... Что в бумагах пишут? Так. Падение с высоты следователь прокуратуры Скляренко. А почему прокуратура? Ну, так пометка же на полях. Статья 99. А, 99 статья. Это доведение до самоубийства. Так точно. Не простое дело. Протокол, место происшествия есть? Да, там ниже. Угу. Прокуратура приехала. Накоин. Гуденак, камераден. Вас испасеет? Валерий Алексеевич готовится в командировку в ГДР. Вот, речь практикует. Угу. В общем, так. Так, парни вызвали скорую, врачи вызвали нас. Место затоптано, но дело ясное, зря вас побеспокоили. Мить, ничего, я лучше сам все гляну. А то ж, знаешь, начнут голоса вражеские раздувать. Что за парни? Воры? Да что тут красть? Рясу да ладан. Ну, молодежь. После танцев иногда любит папа подначить. В каком смысле подначила? Издевалась? Да. Извините, можно на чистоту? Вы здесь зачем? Ну, дело явно не вашего масштаба. Слушай, Мить, возможно, перегибы с закрытием церкви. Сигналы были. Да что за чепуха. Мы действуем строго в рамках постановлений. У нас все согласовано с уполномоченным совета по делам церкви. Так что не наговаривайте, как вас там. Валерий Алексеевич, о с уполномоченным мы после поговорим. Тезка покойному. Правда, по паспорту он Илья. А я Рубанько. Петр Владленович, глава сельсовета. Очень приятно. Ну, значит, так, Валерий Алексеевич, ну, думаю, что самоубийство. Ну, храм закрывает, вот батюшка и сиганул. Осипов Макар Макарич, участковый. Храм закрыт, ждем вас. Родным сообщили. Да всех родных-то, жена одна. Отец Валерий, это самый, не местный. Шесть лет тут. Ходили сообщить, но жены дома не оказалось. Лариса, что-то понятно уже? Там пока нет. Поле травма, конкуренция причин. Ладно, продолжайте работать. Пошли храм скрывать, разберемся. А дверь-то хорошая. А ну-ка. Черт, ногу сломит. Не ругайся. Храм все-таки, это самое, мало ли. А, тут выключатель сбоку. Вы подождите там. То есть, я вам кто? Это фактически моя постройка, сельсовета. Петр Владленович, пока не расследуем дело, постройка моя. Простите, прощайте, Бог нам всем судья, бывший отец Валерий. Ну вот, признайте, самоубийство. Мне кажется, глупо. А там что, резница? Да. Пошли. Инструменты. Дима. Дима. Покажи записку. Да. А это у нас что? Приходская книга. Ну вот, смотрите, Валерий Алексеевич, почерки сходятся? Сходятся. Ну, признайтесь, Валерий Алексеевич, ну, самоубийство ведь. Но ведь все один к одному. Внутри никого, дверь закрыта на засов изнутри. И как бы записочка еще. Я понимаю, что грустно, но ненаказуемо, да и кого тут наказывать. Дмитрий Иванович, а сходил бы ты на колокольню, посмотрел, что к чему. Ну, осторожнее будь, друг то есть. Петр Владимирович, а как проходил процесс передачи церкви под клуб? Да как, ну, неделю, как решение принято. Уполномоченный по делам церкви разрешил использовать помещение под культурные цели. Да, ну и правильно, сколько ж можно клубу в сельсовете ютиться? Ну, все было тихо. А если и были сигналы на меня, так это злые языки. Еще раз говорю, отец Валерий прыгнул от не от травли, а от безысходности. Брехня! Бабка Степанида, она у них главная в хоре. Отец Валерий в жизни не прыгнул бы. Самоубийство, грех. А он был большой верой человек. Правильный. Да, ну, рясу снял и службу закончил. О чем в записке и сообщил. Вот. Ряса тряпка. А, вон участковые в бане. Человек протупее сам это с фуражкой. А все одно на службе. Все мы на службе у Бога. У всех нас свой долг. Испытания и вознаграждения. Ну, бабка Степанида, не разводи, а? Не мешай следствию. Сказано ж самоубийство, да? И никаких эксцессов. Ну, не то, чтобы никаких эксцессов. Были эксцессы с ними. И подначивал ты их, Петр Владленович. Ну, так и если комсомольцы выступают против мракобесия? Я ж не могу им мешать. Петр Владленович, каким же образом они выступали? И правда, каким образом? Что могло такого произойти в те годы? Да по-разному. Доходило до столкновения с милицией. Под Кишиневым даже как-то стрельба была. Ты, ну, в компьютере посмотри. Много чего было. Так, в Псково-Печерском монастыре архимандрит Алипий порвал постановление о закрытии за подписью самого Хрущева. Нормально. К 59-му году закрыли 7 тысяч церквей. Лавру в Киеве повторно закрыли в 61-м. Запретили колокольный звон. К 61-му все напоминало богоборческие 20-е. Это как? Ворваться в храм и вынести оттуда все? Или испаскудить? Какие-то фотографии есть. Глянь, что делали в храме отца Валерия. К отцу Валерию повадили сходить парни со стройки. Егор Пасюта их заводил. Только из армии баламутит. Хулиганили потихоньку. Эй, ты чертила! Прости, Господи. Кинь паскудить. А ты че? Э! Вот дает священник! Ты гниду, я тебя... А что, папам драться можно? То вы нашего батюшку не знали. И по морде мог дать, если надо. И по хозяйству помочь. И на стройке, и на аккордеоне. Вон до последнего танца играл. Вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. И отойдите. Фронтовой разведчик. Если бы не поп, вот такой мужик был бы. Уточняю, никого я не покрывал и не подначивал. Не выдумывайте, Осипов. А кто просил меня, это самое, до масштабов области не распространять все, а? Что? Не любим ссоры за сбы выносить, а? Ну, что там дальше? Ну, как передали клубу, так Егора и понесло. Провоцировал он папа. Вот вчера последний случай. Так что, товарищи, Гагарин в космос летал, но Бога там не видел. А Бог? Что? А Бог Гагарина заметил? Это кто там такой умный? Видите, товарищи, председатель в зале, а папа не видел. А я тут. Человек слеп, а Бог не транспарант, чтобы перед каждым лампочками светить. А скажите, лектор, а нейтрино существует? Частицы? Угу. Конечно, доказано приборами. Очень хорошо. А сейчас нам показать можете? Ну, аппаратуры нету. Ну вот. А чтобы Бога увидеть, тоже своего рода аппаратура нужна. Душа. С тонкой настройкой. Давайте не разводить софистику. Попу ученого не победить. Никто уже не верит в те бредни, что Боженька и воду, и землю создал. Не так ли? Правильно. А все произошло от большого взрыва. А что было до него, скажете? Не скажете. Вы верите в теорию? Я тоже. Вопрос веры. И, кстати, насчет священника. Теорию большого взрыва создал Жорж Леметер. священника. Хватит уже. Егор, выведи товарища папа. Шел бы ты, батюшка, от греха подальше. А потом танцы. Отец Валерий обычно играл на аккордеоне. Но вчера кто-то на инструменте меха порезал. Это ты? Это прогресс, батя. Теперь пластинки ставим. А ты иди и не приходи в боль. Паш, встань. Егор, ты чего? Сядь. Батюшка посидел чуток и ушел. После того, как рабочие стали цеплять девок и затевать дорогу. А что за рабочие? Птицефабрику строят шабашники. Но наши там тоже работают. Так это что? Те ребята что, труп нашли? Ну-ка, Егора приведи. Шибко. Угостить? Бросил. Давай лучше за отца Валерия поговорим. Что за контры с ним? С детства Попова не люблю. Юбка, борода, а что за черт? А тебя что же? За внешним видом следить назначили? Одного не пойму. Как стеляк стричь, так комцемольцы вперед. А как Попову так нельзя? УК трактует это как травлю. Статья 99-я, доведение до самоубийства. А учитывая то, что у тебя был спокойный конфликт за несколько часов до его смерти... Мало ли, обиделся. Так на обиженных воды возят. А я его не бил. В последнее время. И что он спрыгнул, я не в курсе. И у меня это... Алиби. Да, парни? Ага. С нами был. И в лесу выпивали, и тут. Валерий Алексеевич, на колоколинку взгляните? Вы пошли. Осипов. Осторожно здесь. Пол очень шаткий. Вот смотри, Митя. Языки привязаны. А по показаниям, звон был колокольный. Так. Вот как звонил, а? А смотри. Свежий след на колоколе. Вижу. Квадратное сечение. Ага. Угол мятины. Молоток? Глаз алмаз. А я такой же след нашел вот здесь. За этим звал? Не совсем. Вот из этого окна. Аккурат, батюшка, и упал. А здесь следы крови. Вот. И вот. Что там, окурок? Так я знаю, чей. Чей? Чей? Выходит, молоток тут не случайно. Значит так, наверху было двое. Отец Валерий и некто с молотком. А что, шибко? Редкие сигареты на то время? Да нет, шерпотреб. Хотя, хотя ты знаешь, в селе, наверное, не часто можно было купить. Ну, тогда, значит, шибко раз, а курок, завернутый особым способом, два. Не чинарик, а мечта эксперта. Да, четко видны следы от Маштука. Идентификация сто процентов. Значит, врали, парни. И Егор был внутри, мало того, на колоколье. Выходит, был. Вопрос, что делал. Вопрос. Ну что? У меня все. Лариса, вердикт. Из интересного, на теме непролом с краями прямоугольной формы. Не думаю, что это рано от падения. Молоток? Возможно. Дмитрий Иванович, интересный момент. Мы разжали руку трупа, а там... Свежий порез. А молоток как же? Ну, фиксирую, что вижу. Вердикт хотите предварить? Ну, давай. Убийство. Правда, я не скажу, как погиб священник. От удара по голове или от последствий падения. И еще. От покойного пахнет Красной Москвой. Женские духи. Так, граждане, расходимся. Спать. Ну что там? Что? Убийство. Тут, слава богу, не сам. Вот. Значит, тут Егор был. А не с парнями у входа. И на колокольне окурки его. Ну, сейчас я им... Э, ты! Ты, стой! А вы, хлопцы, сюда идите. Сюда, сюда, подходим. А что же это вы, братцы? Играть со мной вздумали? Или на волю, может быть, надоело? А о чем вы? Значит так. Я считаю, до трех сбрешите. Ночь проведете в камере. Я вам отвечаю. Как соучастники убийства. Где был Егор, когда ломились в храм? Один? Два? Не было его. Минуту через три прибежал. Мужики, еще случилось. Поп с колокольни упал. О, так скорую надо? Так мертвый он. Тут милицию надо. Зачем? Думаете, его кто-то скинул? Слушайте, мужики, выручайте. Я же с ним в контракте был. Так они не начнется. Скажите, что я с вами был, когда он упал. Ладно. А на самом деле где был? Любопытный был. Дома сидел, ясно? Потом вышел, вас нашел. А теперь подойди. Иди, иди, Егор. Иди, не бойся. А хлопцы говорят, не было тебя с ними. Где ты был в момент убийства? Дома. А кто подтвердит? А ну-ка, осмотрите его. Следы борьбы. Кровь. Никто спят все ночью. Так вот же кровь. Повернись, повернись, Егор. Кровь. Чья, Егор? Отца Валерия. Только я не убивал. Мы с ним помирились в лесу после танца. У него на руке порез был. Я ему пожал руку. Кровь выдержит. Так, где был, когда убили? Только правду. Дома. Как на колокольне бомкнуло, я сразу сюда. Я ж тут в двух шагах. А ну-ка, Митя, идем проверим. Проходите, товарищи, седайте. Я уже сам собирался в милицию. А чего ж так, Сергей Сергеевич? Ну так, ни сына, ни дочери. Пошли на танцы пропали. Я всю ночь не сплю. А Тая где? Мы дома смотрим. Вы не против? Ну так смотрите. Там что? Там Егор спит. Далее Тая. Ну, дочь. А чего ищите? Сергей Сергеевич, вспоминайте. Когда Егор из дома ушел? Так вечером. Лекция, потом танцы и все. Хотя вздремнул я пару раз. А когда колокол ударил, проснулся, кровать Егора была заправлена. Ну, уличили. Ну, соврал. Был я у церкви. Слезай, дурачок. А хочешь, напишу на стене Мася плюс Егор. Ты что, идиот? Слезай, увидит. Мне Петя за такое ноги вытернет. Я не мог выдать, с кем я был. Мася? Марина Рубанько? Председателева жена? Орел. Гад. Твою морду. Да ладно, батя, ну любовь же. Она молодая. Я сейчас тебе ремня всыплю, молодая. Так. Дело. Значит, спустился. Обжимались чутка. Потом этот колокол, бам, мы в кусты. Там голоса. Вышел поинтересоваться, а дальше вы знаете. Адрес Марины. Слова подтвердит? Надеюсь. Боярий Алексеевич, нету там, в общем, ничего интересного, кроме разве что крестика старинного. Кажется, ценный. Это Таи. Сестры моей. Я ж чего попас сразу этого не взлюбил. Охмурял он ее. К вере склонял. Оно ей надо? Все так. Не говорите мужу, ладно? Ну это ж к убийству не относится. Ладно. Если не повредит ходу следствия. Спасибо. Что с молотком? Валерий Алексеевич, с молотком глухо. Зато посмотрите, что я нашел. В кустах. Недалеко от трупа валялся. Серьезная чихолка. Экспертиза ножа есть? Угу. Вот. Потожировые пятна и следы крови на сгибе ножа. Похоже, зоновская работа, нет? Угу. Да пол страны с такими ходил. Еще и дома держали. С выкидухами? Нет, это тебе не колбаску с хлебушком на работе порезать. На дело темное, ознаточено. Ну, как тебе видится картина преступления? Нож в крови. Ну, предположим так. Убийца встретился со священником на колокольне. Напал. Ранил. Священник выбил нож или отобрал и выбросил. Ладонь-то у него была порезана. Убийца схватил молоток и прикончил священника. Ну, почти сходится. Егор говорил, что ладонью священника кровило еще после танцев. Хотя, хотя, может, и врал. Ну, тогда без хозяина ножа полной картины не узнать. Разрешите свою думку, скажу. Хозяина ножичка нужно среди шабашников поискать. Строят пиццефабрику. А он у них бригадиром. Сидевший. Похож на нож Фиделя. Почему Фидель? Ну, так бородатый же. Билет надень и не отличить. Это самое. Скажи, Егор. Барбудос в натуре. Опасный тип. Из попов на ножах. Да, я ведь я на танцах бузил. Че там, да как, не скажу. А отец Валерий его землей накормил. Чтоб порядок тут у меня был, ясно? Ну, пошли. Эй, ты че? Отвали, козел! Тебе же внятно сказали, отвали. Или у тебя со слухом что-то. Спокойно, спокойно, я сказал. Смотри, как попурку учухал. Унижение для блатного хуже некуда. Ну, выходит, у Фиделя был мотив? Мог отомстить. А как же он мог в запертую изнутри постройку проникнуть? И ушел как? Ну, если Егор смог залезть по стене, то отчего бы Фиделю этого не сделать? Куда залез? Неважно. Надо идти к Фиделю. Бухали мы всю ночь у Трофима Иванова. Живет на окраине села. Ну, почти лес. Осторожнее, черт мохнатый. За черта можно и перо. Не пугай. Это самое, не зона. А Кумавьев не меньше. Трофим подтвердит? Извиняюсь, гражданин. Не ранил? Да не доложу. У меня палка на резиновом ходу. Трофим, расскажи начальству, как мы бухали. Сегодня, что ли? Да, часов до четырех. Точно. Из дома не выходили? Ну, за догоном, за приключениями. Да устали. Мы часок и марнули. И Арбайтон. Как пришли? Так выходной же. У шабашников свой график. Мотноватая алиби. Кто еще подтвердить может? Везет тебе начальник. Была одна баба. Тая. Трофим, выпусти, как потерпевшая. Ничего. Потерпит. Трофим жену с танцев домой как бы сопроводил. Чулан запер. Дела семейные. Главное, она нас видела. Не кричи, Таисия. На моей стороне закон. А жопой перед другими крутить не позволят. Пока я муж. Твой. Ну? Где нашли? Так у церкви. Недалеко от трупа отца Валерия. Слыхал. Перо мое. Только я его давно обронил. К попу я ни при чем. У меня свидетельница. Кровь откуда? Чарей вырезал. Показать? Экспертам покажешь. Значит так, Орлы. Из села никуда не уезжать. Та это дочь Пасюты? Егора сестра? Она. Пошли. Та и у кого б с таким алкашом срослось? Та я подала на развод. Опять к Пасютам идти. Сейчас бы всхрапнуть. Минуток шестьсот, а? Илья Ильич. Чего сияешь, как икона? Разгадал. Что разгадал? Тайну запертого храма? Пожалуйста. По стене колокольни убийца спускаться было незачем. Ильич, а там что? Подземелье. А что это вообще за подземелье? На кой такое храм? Раньше мастерские тут были. Наши по два подсклада пристроили. Не знал, что-то аж сюда тянется. О, смотрите. А что там такое? А разлом-то свежий. Разрешите? Отсюда что-то вынули. Ну, окурок. Вроде немецкий. Как камень. Может, они заложили? Разбивали вроде знакомым молотком. Следы вмятин, похоже. А куда это подземелье ведет? За церковью выходит. Ну-ка, пошли. А дверь-то выломана. Значит, сюда уходил? Осторожно не затопчите. Что не затоптать? След. Размер 25-27. А это что? Вот. Вот, вот. Тут нет круглых сечений. Возможно, ломик. Алискандзайн. Все может быть. Я сделаю гипсовую отливку. Делайте. Хорошенькая дельца. Начиналось с запертого храма, а теперь, оказывается, там несколько способов попасть вовнутрь. Хорошие? Или потерял интерес за загадком? А что, план местности? Дореволюционно еще. Смотри. Храм. Свечная мастерская. Подземелье встык с храмовым фундаментом. Как раз в Ризнице. Убийца расправился со священником. Взял нечто в подвале и скрылся. Хорошо ориентировался. Значит, местный. Возможно, близок к священнику. Значит, не Фидель. Фидель по описанию не подходит. Хотя, конечно, насчет этого персонажа без проверки алиби я бы уверенным не был. Товарищ следователь, вы помягче. Кто же его? Отца Валерия. Расследую. Скажите, а ваш муж в ту ночь... Думаете, он? Не. Я у него в чулане сидела. Видела его и дружка этого. Фиделя. Так почему же в чулане? Мы разводимся. И я... Короче, я считаю себя свободной. А Трофим мне не иного. Муж перехватил после танцев, как домой шла. Притащил к себе. Запер. Воспитывал, чтобы не гулял. Все ночь слышала, как бухали. Как Трофим расхаживал. Как своей палкой все стучал. Как собаку в чулане запер. А вы его за такое можете посадить? Ну, участковый этим займется. Отчем от вас пахнет? Духи? Красная Москва. С отцом Валерием дружили? Ну, да. Дружили или больше? От него духами вашими пахло. Ну, наверное, больше. Только ничего такого. Между нами были... Он женат. И верность хранит свято. Жена тяжело больна. Симпатию ко мне явно испытывал. Все креститься склонял. Старинный крестик подарил. Такой мужик пропадал. Только что ж поделать? Спасибо, отец. Спасибо, что вступился. Пустяки. Таисия. Тая. В общем, я с утра в Харьков ездил. Вскоре моя жизнь круто изменится. В общем, возможно, я не успею тебя крестить. Ой, да ладно. Я не спешу. Что случилось? Долгий разговор. Ну, так проводи. Поговори. Я не могу. Сейчас у меня важная встреча. Попросил ночью прийти в церковь. Посоветоваться. Так а с кем встреча важна? За ним, когда он уходил, увязался тот лектор. Митя, срочно нужно разыскать того лектора. На сон даю. Четыре часа. Ты чего ж, Миша? Доброе утро. Доброе утро. Тапа, к нему угна иди. Мне в одном же ходить. Что, опять приметы? Кто-то из родственников умрет. Слушай, ну, что там на работе? Завтракать будешь? Ай, нет. У своей гости. Что, с ночи сидят? Угу. Привет, пап. Здравствуйте. Простите, засиделись. Интересная дискуссия вышла. С добрым утром. Ну что, сегодня в шесть? Ну, Бафомет. Зоя! Зоя! Это что такое? Вы чем тут занимаетесь? М? Я думал, там сапрамат какой. Это что за гадость? Бафомет? Что за черт такой? Это имя. В переводе означает посвящение в мудрость. Так Блавацкая писала. Да, мы тут изучаем кое-какие учения. Блавацкая, Кроули. Алик, ну, парень, чей конспект. Он эти книги в Москве, в Ленинке берет. Да ты знаешь, что за такое бывает? Это же тайный кружок. Мистицизм. Окультизм. Черт знает еще какой изм. Тебе, значит, можно в приметы верить, да? А мне в вещи поважнее этого нельзя? Это же тайное знание человечества. Возможность прогресса. Изучение неведомого. Да это статья, Зоя. За эту твою свастику тебе такое... Значит так. Чтоб я тебя с этими твоими дружками больше не видел. И не смей с ним... А вот это уже не тебе решать. Знаешь что? Вот этот твой пятак счастливый, который ты мне на экзамен дарил. На удачу. К черту его. Вот ты дурочка! Пятак же работает. Сам все на пятерки сдавал. Ну, Ильич, рассказывай. Замок храма вскрыт отмычкой. Вот следы. Угу. Вор вошел. Сокрылся. Отец Валерий открыл своим ключом и заперся на засове. На ноже отпечатки убитого. А вот кровь и его. Значит, священник кого-то ранил? Убийцу? Возможно. Звонила Майорова. Говорит, причина смерти черепно-мозговая травма. Скорее всего, молоток. Ну, значит так. У жертвы в руках нож. У убийцы молоток. Значит, он вытял нож из рук отца Валерия. Или она. Она? На рубахе священника есть след обуви малого размера. Думаю, пнули в живот. На теле убитого в этом месте и гематома есть. Вот только не пойму. Обувь мужская или женская? По форме и размеру напоминает след возле подвала. Кстати, об этих следах возле подвала. А, ну, что скажешь? Вот отливка. Обувь с набойкой на носке. Стоптан наружу. Набойка – это след? А сколько там сапожников в той русской лозовой? Я туда? Я туда, Митя. Ты мне лектора обещал. Ну, врать не стану. Обувь почти всю я чиню. Ну, как ваши сапоги? Каши не просят. Вспомните, кому набойки ставили? Да, многим. А по размеру? Значит так, по падье и этой посереданной дочке. Да, я? Да. А по падью нашли? Собака некормленная. Никто не выходит. Стучала. Не отзываются. Скрываем? Петр Владимирович, что скажете? Вы тут власть. Скрываем. Ого! Святые угоднички. А кто же здесь? А где света? Так, Глена Степановна, пойдемте на воздух. Петр Владимирович. Да. И пусть там никто не заходит. Хорошо. Ну, что думаете? Похоже на обыск? Или это самое, на ссору. А молотка-то нет. Выстраивается цепочка. Отец Валерий ухаживает за Таей. Попаде об этом узнала и прерывновала. Следит за мужем, прихватив молоток. Ну, думает, пойдет на свидание. Расправилась с ним и убежала. Логично? Ловко вы. Ну, что за след в подземелье? И имеет ли он отношение к делу? Ну, это задача повышенной сложности. А мы пока займемся делом попроще. Я пойду проверю обувь Таисии. А вы тут пока все опечатайте. Простите. Извините. Можно вопрос? Так есть ли жизнь на Марсе? Не понял. Вы не пугайтесь. Вы меня? Да, просто в обществе знания сказали, что лектора, которого поп разделал под орех, зовут Виктор Белоус. Это я? Только, знаете, там проиграть было не мудрено. Батюшка непростой. В прошлом лучший студент ХФТИ. После войны ударился в религию. То есть вы с ним однокашники? Однокашники. Понятно. А после этого вашего диспута еще виделись? После танцев встретились, чтобы поговорить по душам. Ясно. Но разговору помешал побитый зэк. Теперь нам никто не помешает. Размахивал ножом, порезал Валерке руку. А он урку наружил. Муж забрал. Все, все. Тихо. Все хорошо. Пошли, Федер. Ты что, забыл дело? Кост. Он обещал приехать сегодня в Харьков. Продолжить разговор. Что-то по поводу науки обсудить. Но ушел. Понятно. Дома жена больная. Рассеянный склероз. Острая фаза. Погодите. А вы с батюшкой сколько говорили? Минут 10? Да. И он вам вот так сразу все вывалил про диагноз жены? Нет. Ну, так а как вы узнали? Так я подвозил ее ночью. Светлану, жену. Он по дороге подобрал. В больницу в Харьков. А что случилось-то? Он на приспорте. Тяжелейшее состояние. А ты оставила след в сарае. Так по времени не получается. Белоус увелся раньше, чем погиб отец Валерий. Ты подошва целая. Что с ним? Здравствуйте. Я из милиции. Он умер. Можете не отвечать. Я чувствую. Это из-за нее. Из-за кого? Из-за которой я ушла. А Бузой стала. У него другая. Он мне не изменял. Только это же уже не любовь. Жалья у меня. Я ее тоже. Я знала, что он сам служит. Развод ему хотела подарить. Мне уже не жить. А он. Пусть будет счастлив. С Таей. Он ее любил? Жаль некрещеная. Все крестик хотел ей подарить. Из найденных. Все отдать думал. А крестик, видишь, не удержался. Секунду. Вы сказали, из найденных. Что он нашел? Ларец. Под резницей. Старинные вещи. Бумаги. Собирался в епархию. Волновался. Не знал, как поступить. Тайной исповеди. Как он умер. Ну, давайте. Давайте без всякого. Самый вкусный борщ после работы. Да под стопочку. Самое оно. Ну, Тае. Мне бы с Таей поговорить. Наедине. Па, ты ж на рыбалку шел. Понял. Не мешаю. Борщ покушайте. Действительно вкусный. Благодарю. Тая. Вы обувь ремонт носили? Набойки на сапоги? Та не. Точно. Ничего не забыли? Подождите. Вот сапоги. Рабочие в город. Подошвы целые. Рабочие в городе. Носила в ремонт сапоги Трофима. Мужа. Батька ему свои отдал. Но то было аж год назад. А Трофим часом не косолопит? Ну, вот так вот. После аварии. Вы все еще думаете, что это он убил? Не мог он. Говорю вам. Я всю ночь сидела и слышала. Как он палкой. Погодите. Как он палкой. Вот так вот. Цок-цок. Точь-в-точь. Это его палка? Трофима? Старая. Забыл как-то. Приходил мириться, так я его нагнала. Аж удрал без нее. Извиняюсь, гражданин. Не ранил? Да не доложу. У меня палка на резиновом ходу. Трофим. Расскажи начальству, как мы бухали. Так, Тая. Вспоминай предельно четко. Ты Трофима по большей части слышала или видела? Вначале и в конце видела. Так, так, так. Посадили в чулан до ложного лиги Трофима. Стучал Фидель, изображая саботельника. Отец Валерий про находку в церкви. Ничего не рассказывал? Дай руку. Не бойся, не бойся, дай. Это тебе. Подарок. Такая красота? Откуда? В арест нашел в резнице. Немца награбленное из храма вывозили. Ого. В Харьков повезу. Только ты никому. А ты что, святой отец, тут забыл? К Таисии клеишься? Ты и рада. Руку убери. Плечи. Ты еще об этом пожалеешь. Так и было? Точно? Тогда все сходится. Так. О! Резиновый наконечник палки Трофима. Вот вроде бы мелочь. А ведь это ключ к разгадке дела. Кстати, а Трофим знал о ценностях? Ну, знал. Видимо, во время той сцены с крестником и подслушал. Так тогда, получается, проник в храм, убил священника. Тот, видимо, его застукал. Убил, а ценности забрал с собой. Умысел налицо. Альби липовая. Фидель, получается, подельник. Ну все, я бы их брал. Ну? Их двое. Фидель Абасин. Откуда я могу позвонить, вызвать своих? Ну, у нас телефона нету. Ближе всего сельсовет. Провести? Обязательно. Вот аппарат. Алло. Зин, ты? Угрозы в Харькове надо. Соедини. Спасибо. Выйдите, ладно? И дверь там закройте. Спасибо. Алло. Алло. Это Скляренко. Опергруппу вышите. Я говорю, опер... Я говорю, опергруппу вышите. Так раскрыли. Трофим. Шивяна адрес знает. Как сейчас ехать? На что нужно ехать? Ладно, я туда и буду следить. Ждем. Смотрите в следующем эпизоде. Я из-за тебя сегодня человека предала. О, а вот и след от аппендектомии. Гутен так, Сверчок. А где же меня? А скажите нам, где вы были во время нападения на Скляренко? И во время убийства Трофима Иванова? И гражданина Фоменко, более известного как Фидель? Оружие. Петр Владленович. Вальтер. Ваш? Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксов. Сообщил о своем номере. Граждан из-за рубежа. Приведем последнее известие. В котором число произошло этот ринцидент. И деле защиты социалистической родины. Есть и печальки пальцев. Он же был. Нам нужна информация обо всем. В предыдущем эпизоде. В селе Русская Лозовая под Харьковом обнаружен мертвым священник Николаевского храма, отец Валерий. Его ударили молотком по голове, а затем сбросили с колокольни. Разбираться в случившемся отправляется следователь Валерий Скляренко. Валерий Алексеевич готовится в командировку в ГДР. Вот речь практикует. В ходе следствия выясняется. Незадолго до смерти погибший обнаружил в подвале храма ларец с ценностями. Что он нашел? Ларец под Ризницей. Старинные вещи, бумаги. О своей находке отец Валерий рассказал Таисии по сути. Влюбленная в священника прихожанка собиралась принять крещение. Это тебе подарок. Такая красота? Откуда? Ларец нашел в Ризнице. Немцы награбленные из храма вывозили. Ого! В Харьков повезу. Только ты никому. Следователь Скляренко предполагает, что к смерти отца Валерия причастен муж Таисии, Трофим Иванов. Он мог слышать разговор о сокровищах. Ты еще об этом пожалеешь. О своей догадке Скляренко сообщает в угру Харькова. Это Скляренко. Опергруппа вышла. Так раскрыли. Трофим. Следователь отправляется к дому Трофима, но по дороге на него нападают. Мы залезем в камыши, надеремся от души. Нахрена нам? Да иду, иду. Нахрена нам эти ландыши. Фидель! Фидель, я таким перваком разжился. Самой Степановны. Огонь! Ты где? Июль 1961 года. В собственном доме ударом тупым тяжелым предметом убит Трофим Иванов. 1930 года рождения. Ага. Вот смотри, тут про твой любимый вещь, док. Убит молотком. И похоже, тем же. Да подожди, этого же не может быть. Скляренко выписал себе помощь в тот вечер из Харькова. Он шел брать Трофима. Все же сходилось. Трофим главный подозреваемый в убийстве отца Валерия. Но на Скляренко напали. Вопрос, связано ли между собой нападение на сыщика и убийство подозреваемого? Да нет, ну таких совпадений не бывает. Там еще этот был подельник Фидель. С ним что? Путанное дело. Да. Посмотри, там много еще вещдоков. Есть немного. Большое дело. Скляренко остается только посочувствовать. Привет. Ты как? Нормально все. Водички? Мама на работу ушла, а я тут. Еще? Дома все хорошо. Почти. Ты не волнуйся только. Но Алика, его арестовали. Что? За тобой приходили? Я была там, в общаге, когда его... Ты можешь ему помочь? Посмотрим. А кто брал-то? В штатском. Ах ты. Ладно. Ладно. Только мне с убийством сначала бы. Ну-ка, Шиян, разбуди. Очнулись. 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 Рад видеть вас почти в добром здравии и водичке. У-у-у. Что стряслось? Сколько я тут отдыхаю? Сотрясся мозг ваш от удара основательного. В общем, вы тут на постельном режиме уже два дня. Два? Тихо-тихо. Доктор сказал... Зоя, ты иди домой, ладно? Ладно. И это, Зой, разберемся, а? Митя, что случилось, пока я тут? Нашла вас на дороге Тая. Так. Она уже шла домой из сельсовета, но побежала вам вслед. Сказать о том, что у нее одна вещь, которую отец Валерий забыл в клубе. На помощь! Прокурора убили! Что за вещь? Это книга. Немецкий словарь. Отец Валерий из Харькова привез. Я вам принесу на работу. Хорошо, посмотрю. Мы приехали через 45 минут к дому Трофима. Но было поздно, постройка уже полыхала. Ах ты. Внутри обнаружили обгоревший труп хозяина. С черепом, проломленным молотком. И переломанным на руках пальцами. Ну что, опять молоток? Да, тот самый, хорошо нам всем знакомый. И это, несомненно, орудие убийства. Даже с отпечатками. Ну вот хоть сейчас неси в музей. Еще обнаружили обгоревший ларец. Криминалист говорит. Со следами хранения ценных металлов. Хорошо, ты посмотри. Свидетели утверждают, что в тот вечер Трофима выпивал со своим корешем. Ну, Фиделем. Владельцем в эти духи. Но? Фидель исчез. Вместе с москвичом Трофима. Через сутки москвичонка нашли в Харькове. Наполовину разобранного, брошенного. Вкратце все. Ну, тема. Значит, сбежал Фидель. Сбежал и явно в спешке. Даже к себе не заглянул. Это в каком смысле? Посетили мы его жилище. Слушайте, это не Фидель. Это прям какой-то граф Монте-Кристо. Вот, полюбуйтесь. За койкой нашли. Мне нужна одежда. Семнадцатый, девятнадцатый век. Предметы культа. Образцы церковного искусства. Это клад отца Валерия. Оттуда он взял только крестик для Таи. Остальное осталось лежать в ларце. Ну, да. Пока в храм не наведался вор и убийца. Выходит, Фидель с Трофимом. Решили грабануть церковь, пока священник не сдал найденные ценности. Ну, об этом узнал Трофим. Он подслушал разговор священника с Таей. Таю они используют как алиби. Она сидит в чулане. Фидель разыгрывает спектакль. Будто пьянствует с Трофимом. А тот в это время обносит храм. Но тут появляется отец Валерий. Так и картины Репина приплыли. Да. Трофим убивает священника, убегает через подвал. Иначе же никак у него же... Ну да, с его ногой по стене-то не спуститься. А через дверь нельзя, а внизу парни. Ну, а после классика жанра. Видимо, на почве употребления алкоголя мужики поссорились. Фидель решил забрать все. Добил дружка. Узнал, где тот прячет свою долю. И уехал. А почему он свою долю не забрал? Ну, явно спешил. Да и появляться в бараке сразу после убийства, это опасно. Это да. Ну, с молотком все равно как-то странно. Я уже не говорю про пистолеты, как они вписываются в нашу картину убийства. Скляренко напугал чертяка. Ты почему с больницы сбежал? Врачи звонили, говорят, хамишь? Ну, это служба же. Ты насчет папа? Нет. Личное дело. Арестован некий Алик. Но там дочь моя. Мам, случай тяжелый. Делу дали ход. Слушай, у тебя же командировка в ГДР на нас. Ну, теперь под вопросом. Да. Ну, дело-то не в ней. Да ладно. А то ты не хочешь. Короче. Ты человек мой. Я тебя постараюсь прикрыть. Только чтоб дочка твоя играла так, как мы напишем. Понял. А с этим, кто дело ведет, я поговорю. Угу. Вряд ли они теперь тебя с крючка снимут. Понимаешь? Ну, чем-то придется расплатиться. Я готов. Спасибо. Подвезти? До собора. Пока придут результаты экспертизы, мне кое-какие лакуны восполнят. Поехали. Конечно, конечно. Такие встречи в силу обстоятельств памяти особенным образом хранятся. Был у меня отец Валерий. На аудиенцию к владыке Нестору просился, но... Но пришлось удовольствоваться встречей с секретарем епархии. А предмет аудиенции? Он был сильно расстроен закрытием храма. Предлагал бороться. Не знаю, может, горячусь я. Но ведь, как на фронте говорили, ни шагу назад. Это же вера наша. Куда же мы? Вот хорошо, что вы сейчас про фронт вспомнили. Сколько наших погибло в бесплодных лобовых атаках. Я понимаю ваши чувства. Но сейчас главное выжить. Не голову расшибить, а ум свой сохранить для лучших времен. Вы меня простите чисто по-человечески, но, может быть, вам формально отречься от Сана? Пропечатать в газетах, вот как сейчас делают? Вы еще молодой, у вас все впереди. Неизвестно, как оно еще в будущем станется. А может быть, власть опять к вере повернет? Грешенц, молю, отречься. А вы знаете, как я к вере пришел. В 42-м перед первой своей атакой, дед, какую-то молитву прочел. Пресвятая Дева, храни. Яко чадо свое. И упаси от погибели телесно, и укрой от мукадовых. Яко еси на небесах. Неканоничная молитва. Заговор чистый. А мне дед говорит, если от души прочтешь, ни одна пуля не возьмет. Не поверил. Встали, пошли. А немцы давай нас из пулемета вкосить. А это страшно. Ой, как страшно. Взмолишься так, чтобы, в общем, прочел я эту молитву, даже не зная, какие-то молитвы запомнил. И что? И ни одной царапины. Ни одной раны за всю войну. А я разведчиком. Пять языков за линии фронта притащил. Так что вера моя крепкая и испытана. А вы мне ренегатом стать. Простите, отец Валерий. Я не хотел вас обидеть. Просто чисто по-человечески... Я понимаю. Я сам сложу, службу оставлю. Раз не нужен. Но отрекаться не стану. Не таков. Гордыни в нем было много. А ведь сам апостол Петр и тот трижды отрекся. Необычный был священник отец Валерий. Многие ведь воспитываются в верующей семье. Веру как бы наследуют. А таких, которых настоящее чудо коснулось, таких мало. И они искренние. Не от мира сего был человек. Жаль его. Да. А беседа эта имела продолжение. Отец Валерий просил просветить его в деликатном деле. Если он больше не священник, как быть с тайной исповедью? Есть у меня прихожанин один. По пьяни рассказал, что немцам служил. И сдал подпольщиков. 17 душ. Я тайну храню, но служба заканчивается, а вместе с ней и обетом край. Как быть? Так тут уж как ни оберни, в органы нужно идти. Только соблюдая тайну исповеди. В органы нет. Не могу, не люблю я их. Ну может через кого-то или насказательно. А, вот это возможно. Есть у меня доказательства. Бумаги интересные. Если уж я сам расшифровал, я думаю, они точно справятся. Да, кстати, я чуть не забыл. Я оклад нашел. Немцы спрятали. А там награбленное из храма. И напоследок он сообщил мне о кладе. Видимо, спрятали немцы. Предметы культа, награбленное, и читавещи. Вам отдать или в милицию отнести. Сам признаюсь, в милицию идти не хочу. У меня с ними плохие отношения. Ну вы уж как-нибудь переступите через себя. В милицию идите. Только нас не впутывайте и так. А чего же органы не любят? Не любил, то есть. Да было у него что-то там такое после войны. Обида какая-то. А с этим кладом просто беда. Говорил ему, нужно было сдать его сразу. Сейчас ведь как? Подумает, что взял половину, не отмахаешься. Лучше бы взял бы его и замуровал сразу. И что отец Валерий? А что? Обещал подумать. Уехал. И все. Царствие ему небесное. Короче, у меня сейчас совещание некогда мне. Ну, сказать, что ничего не знала. Не понимала. Что у тебя личное к этому Алику. Думала научный кружок. Ясно? Ну это подло, пап. Это разумно, Зоя. Слушай, ты уже взрослая. Ты не одна. Вот ты доктрины и тайные связи изучаешь, а связи-то реальные. Ниточка ко мне ведет. К маме. Ко всем близким, родным, друзьям. Ты пошла вниз и всех над за собой потянула. Понимаешь? Понимаешь? Молодая девка ж молодая, красивая. Да у тебя этих Аликов еще штук сто будет. Ну вот сколько ты его знаешь? Две недели. Две недели. И эти две недели стоят жизни, карьеры? Ах, да. Я полюбила не того. Теперь тебя в Берлин не отправят. Какая мерзавка. А то, что он вообще не виноват, это ничего. А ты не понимаешь, как тут все устроено? Виноват, не виноват. Я тебя должен из этого вытянуть. Не потерять. Ты меня уже потерял, пап. Уже. Скажи, как я учил на допросе. Боярий Алексеевич, мы не вовремя, может? Так, Ильич, что там на пилоскопе? На молотке грязевые отпечатки оставил Фидель. Сто процентное совпадение с материалами его уголовного дела. Так. Следы нечеткие. Рукоять молотка мокрая. Хват нехарактерный. Почти разжата ладонью. Обычно молоток в руке ездит. А тут комплект несмазанных отпечатков. И из интересного. Ну? В щелях между рукоятью и головкой молотка обнаружена тина с кладкой икры. Икра карпа. Свежая. Икра? Икра? Выходит, молоток какое-то время провел в воде, в озере. А в момент убийства оказался в руках Фиделя. Странно. А что странного? Смотри. Вокруг русской лозовой две реки, семь озер. И еще и пруды в половине дворов. Как же не странно. Ну вот смотрите. Предположим, я кого-то убиваю. Бросаю орудие убийства в озеро. Логично? Да. А зачем его снова выуживать? Неужели Трофима было нечем убить? Согласен, нелогично. Нелогично. Кроме одной ситуации. Если надо кого-то подставить. А у нас вроде как Фидель подозреваемый номер один. Значит, кто-то таким образом подставляет его? Значит. Озер-то в округе семь. Но по словам местных, карп водится только в одном. И то редко. Одно из мест вылова вплотную к лесной дороге. Мы приехали омут проверить. Там башмак плавает. И вот. Так, интересно. Пулю в лоб и рыбам на корм. Ну, диск на шею, а сам в Харьков. Вероятнее всего, его привезли сюда на машину. И бросили в воду здесь же. Тут эл омут, это самое. Течения почти нет, но глубоко. Ну шо, Митя. Теперь мы убийцу точно найдем. Откуда такая уверенность? Пошли. Итак, товарищи. Убийца Трофима и Фиделя знал, что они обокрали храм. Но не действовал против них, пока я не разгадал загадку и не запросил помощь. Выходит в своем поиске, он вышел на них в то же время. Либо утечка информации от тебя. В точку. Круг тех, кто знал, что я нашел воров, был невелик. Вот та я. Она выдала информацию мне о Трофиме и Фиделе. Она была в тот момент, когда я разгадал, кто обокрал храм. Ну и она присутствовала в тот момент, когда меня оглушили. Тогда почему она не добила вас, если была такая возможность? Могла ли увезти тело на машине? Умеет ли вообще водить машину? Почему призналась в находке клада и отдала книгу? Ну, хватит, хватит. Слышал? Что скажешь? Ну ладно, это всего лишь версия, может не самая вероятная. Ну, я бы таю на футбольном языке и отправил бы на скамью запасных. Тогда кто? Алло, это Скляренко. Опергруппу вышите? Я говорю, оп... Рубанько? Он мог слышать, когда я звонил из его кабинета в Харьков. Я говорю, опергруппу вышите? Рубанько убийца? Ну, как-то не верится. Мотив? Алчность. Вот так вот рисковать всем. Молодой женой, положением, каким-никаким, решиться на двойное убийство. Потом еще проблема. Незаметно подбросить Даниле сверток с ценностями. До настройки проходной двора. Кто угодно мог прийти. И вариант третий. Некое неизвестное лицо, ставшее невольным свидетелем разговора. Под окнами у Таи или в коридоре сельсовета. Но это проверить практически невозможно. Еще момент. Среди пастры отца Валерия был немецкий провокатор. Ну, если это так, то мы должны искать мужчину, которому в сорок первом было от восемнадцати и старше. Он мог состоять в подполье и сдать его. То есть ему должно быть не менее сорока лет? При этом верующий. Так что, вероятно, старше. Из Харькова. Да там полсела мужика на фронте погибло. Приезжих туча. Не показатель. Ну, вот еще. Это словарь отца Валерия «Возвращенный Таи». Здесь очень много меток. Я с ним поработал. Выписал все подчеркнутые слова и перевел со словарем. Агентура, подполье, крикет. Сверчок, что ли? Провокатор ему исповедовался. Отец Валерий переводил что-то. Ну, помните, мы нашли немецкий окурок в подвале, где ларец стоял? Может быть, в этом ЛРЦ немцы не только ценности хранили? Десятого года. Блинтарм. Операцион. Аппендицит. А что, если Рубанько, председатель сельсовета, и есть то самое третье лицо? Сверчок. Ты что, хочешь две версии склеить в одну? Ну, так или иначе, он единственная персонализированная ниточка. Та, что начать нужно с визита к нему. И еще проверить церковно-приходские книги. Это, конечно, не список паствы, но уже что-то. Поищем там нашего сверчка. Ладно, действуйте. Насчет твоего дела, по поводу дочки. Я поговорил, обещали принять во внимание. Спасибо. А есть кто живой? Ну, чего вы шумеете, а? Та я на обеде, Рась, Владленыч, на выезде. Так, а мы... Я знаю, знаю, не надо мне это показывать, ничего. Ищите вы убийцу у батюшки, а вот поймать-то его никак не можете. Тетенька, вы в селе давно живете? Ну, 67 годков уже. Стало быть, всех здесь знаете? Ну, вроде как. Ваш председатель, он сам откуда? Харьковский. Он, вроде бы, к нам после войны приехал. Да. Ну, вроде бы, как был там подпольщиком. Ну, потому как, иначе, как бы его председателем сделали, знаете, же вот, оккупированной земле жил. Вот так вот, ну да. А вы ничего не замечали? Вот после убийства отца Валерия, там, ран никаких у него не было? Да нет, вроде. Ну, может быть, шрам где-то вот в этом районе? Да. Вы жены его и спрашиваете. Я что, по-вашему с ним в баню ходил? Знаете, что вы идите... К Владленычу, он сейчас в церкви. Идите, что может уже в этом клубе? У них там сейчас, сегодня субботник, да? Субботник, пятницу. Ну, а что такое? Главное, что? Труд бесплатный. Труд, труд, терпение и труд. Давай, веселей, хлопцы. Что, палим, мужики? Да так, мусор. Федор Владленович, это же как понимать? Место преступления. Одну минуточку. Вот. Здание передано клубу. Ценные вещи передадим в музей. Остальные нам не нужны. Да и печати на дверях не было. Так что, извините. Не терпится, да? Не надо. Давайте не путать божий дар с яичницей. Молодежь решила провести субботник. Я поддержал. Какие претензии? Валерий Алексеевич. Немедленно потушить костер. Так, кто выносил изжог бумаги? Мы. Мы, да. А вы? Ну, я как бы бригадир. А что такое? Велели все сжечь, вот и палим все, кроме старинного. Кто велел? Ну, я. Так, тушите. Тушите! А ну-ка, пошли, Петр Владленович. О, быстро же вы, ребят. А мы ведь персонально к вам, Рубанько. Присаживайтесь. А скажите нам, где вы были во время нападения на Скляренко? И во время убийства Трофима Иванова, и гражданина Фоменко, более известного как Фидель. Да вы шутите? В конторе был. А потом на служебной машине по полям ездил. В теме не погнала работа? Зачем же ночью объезжать? Без вас вода не освятится, нет? А вы это бросьте, товарищ. Жатва в разгаре. План заготовок, на секундочку. Работаем по ночам. Дима, карту. Давайте-ка мы с вами поступим так. Обозначено карте, где были в ту ночь. И желательно с указанием времени. Ну, часы не глядел, нет у меня их. Был. Вот. Вот сюда доехал. Кто может подтвердить? Никто. Я особо не светился, ну и опровергнуть никто. На стройку заезжали? Нет. Это все? Нет, не все. Живот покажите. Что? Показывайте. Вы много себе позволяете. Я ведь и пожаловаться могу. Мы ждем. Вот. О, а вот и след от аппендиктомии. Гутен так, сверчок. Какой сверчок? Если вы прошрам, так это немец штыком. В подполье. Штыком. На фронте, под Веной. Я с нашими еще в марте 43-го ушел. После первого освобождения Харькова. До Вены дошел. Я могу идти? Нет, не можете. Мы задерживаем вас по подозрению в убийстве. Что? Да я вас сам по подозрению. А будете буйствовать, я вас свяжу. А вы куда? Пойду проверю. Одессеев этого гражданина. Присядьте пока. Бог в помощь. И вам. Вы водитель председателя? Да, в точку. Эдик, а что? Да проконсультироваться хочу. Как вы по ночам работаете? Известно, как с женой под одеялом. Ну, а если серьезно. Я вот слышал, ваш председатель сам по ночам поля объезжает. Это что, водится за ним такое? Да нет. А когда? Так в аккурат 23-го. Вот так вот катался. Я той ночью дома спал. Хотя временами бывает вожу шефа. Ночью в страду дело обычное. А я могу сказать, катался он той ночью или нет. Да? И как? Ну, козлик у нас навехонький. Так что по шайбе. А я все думал, это деталь от угнанного у Трофима москвича. Ну и как эта шайба поможет следствию? Ну, насколько я помню, нога 69 была ограничительной шайбы на период обкатки. Посмотри там в сети. Так. Ну и? Так, действительно, шайба между фланцем карбюратора и впускным коллектором ограничивала мощность двигателя на период обкатки. По инструкции ее следовало снять после тысяч километров пробега. Так обеспечивался щадящий эксплуатационный режим. Ну, теперь понятно. Отчасти. Если водитель снял шайбу после тысячи километров, значит, следил за показаниями одометра. Ну, или, по крайней мере, был в курсе километража. Шайбу снял вчера, как и планировал. Я-то свои ездки хорошо помню. По моим прикидкам, километраж как раз на вчера-то и выходил. Тысяча км. Как предполагал, так и вышло? Верно, сотни километров. Если бы он так поехал, я бы еще позавчера на тысячу вышел. Значит, не ездил. Значит, врет, сукин сын. А ну-ка, заводи своего козлика. Сейчас в сельсовет мотнемся, позвонить нужно. А шеф? Да не боись. Начальство не заругает. Не до этого ему сейчас будет. Садитесь, Рубанько. Понятые, пройдите, пожалуйста. Да что стряслось-то, Петя? Да думают, что я этих гавриков убил. Хотя непонятно, на кой. А вот мы поищем, посмотрим. Может, и найдем чего. Илья Ильич, приступайте. Марина, давайте не будем мешать. Вы же ему ничего не сказали про нас с Егором. А то он такой, убьет. Сам-то правильный. Двадцать третьего, когда убили Фиделя и Трофима, что он вам говорил? Да сказал, что поля поедет на ночь осматривать. А когда священника убили? Тоже. Я же чего с Егором-то и пошла. Петя на всю ночь. Хорошо, Марина, спасибо. В Рубаньку нет алиби на оба эпизода. Да он это как пить дать. Размер ноги маленький, как след на рубахе священника. Сам не местный. Шрам, возраст опять же 51 год. Ну, все приметы подозреваемого сходятся. Достаньте. Да что здесь смотреть? Печь? Смотри, Мить, как занервничал, а? Марина? Да. А вы на чем готовите? Печь или газ? Газ, конечно. Зимой хибаша печка. Вставайте. Вставайте, вставайте. Вставайте. Какое граждане? Понятые, обращаю ваше внимание. На ваших глазах мы извлекаем из печи оружие. Петр Владленович, Вальтер ваш? Можно наедине? Ладно, обманул я вас. Никуда я в ту ночь не ездил. Был у Любки Каравайшей. У нее был, когда папа убили. А Вальтер мой. С войны прятал. Но работа опасная была. Банды. Поехали на свидетельствование. Да не кипятись, Тайпанкратов. Я ж не по злобе. Просто хотел узнать, закончился ли допрос и всех ли отпустили. Давно уже должна быть дома, а ее все нет. Да что ж так поздно? Зоя, что с тобой? Спасибо, Панкратов. С меня причитается. Господи, да что случилось-то? Да она в стельку. Да ты, сволочь, напыгла ее. Спокойно, папаша, я не при делах. Следить за дочкой надо. Я ее, между прочим, на скамейке нашел и до дома довез. Извините, нервы. Идите. Спасибо. Спасибо. Ну? Тише, тише. Что случилось? Не трожь его. Он хороший. А ты, папа, сволочь. Я из-за тебя сегодня человека предала. Ты, сволочь. И я. Стише, зоя. Ну, я особо и не сомневался. Рубанько проверяли сразу после войны, и все прошло чисто. А пистолет? Тогда. После войны без оружия боязно было. Это точно, Митя? Эксперты считают, что шрам у председателя от штыка. Есть соответствующие записи в медкарте. Дальше хуже. Я не знаю, как вы сразу не заметили. Вальтер Рубанько 7,62 мм калибр. А у Фиделя входную во лбу 9 мм. Это не то оружие. Разгром по всем фронтам. Ну, не знаю, пригодится ли. Есть в фроневом канале у Фиделя вот такая находка. Волокна льна. Акрас нефабричные. Волокна с ярко выраженными частицами цементной краски для фасадов. Такая краска была на обгоревших остатках немецких бумаг. Бумаги, те, что уцелили, сами по себе не очень важны. Я совещался с нашими товарищами. Ни СС, ни гестапо. Это отчеты Айнзетсштаба Розенберга по вывозу ценностей. В Харькове было деление. Никаких сведений о провокаторах. Валерий Алексеевич. Это хорошо. Это ключ. Ключ к разгадке личности убийцы. Бумаги жгли трое. Отец, сын Пасюта и рабочий. А что давало только на льна? Ну, давайте. Давайте без всякого. Самый вкусный борщ после работы да под стопочку самое оно. Ну, тая. Дуся, ну-ка, дай срочно мне СМУ, что строит в Русской Лозовой птицефабрику. Зарила? Угу. Алло, это Скляренко, следователь прокуратуры. Скажите, кем работает Пасюта? Оба. Егор бульдозерист. Отец руководит бригадой маляров. Выходит, краска с рук отца? Рушники из их дома. Цементная краска используется в строительстве птицефабрики. Отец рыбак их, к слову, узнает озера и куда можно труп спрятать. Митя, ну-ка, собирайся и пушку прихвати. Может пригодится. Людей дать? Пока сами. Ой, простите, за что делся? Как это самое, как нырял. Сергей Сергеевич у 50 вроде. В Харькове появился в 43-м. Был ранен. Конец войны встретил в госпитале. Сразу к нам в русскую лозовую. Из документов имел военный билет и справку о демобилизации. Что такое? Вы к нам? За мной опять? Где отец? Да на рыбалку укатил на семи озерей. Как всегда на велосипеде. Рушник у вас был в прошлый раз такой с красной вышивкой. Поишите? Знаю такой. Чего-то пропал этот рушник. Ну, так мы поможем. Смотрите, чего хотите. Митя! Скажите, Бога ради, отец вам на что понадобился? Он в церковь ходил. Верующий? Нет. Да. Я чего думаю, что да? Иногда так машинально крестился, когда гром или весе смерти чьей-то. рушника нет. Зато вот портянка чистая, но маслом пахнет. А теперь вот эту ветошь понюхайте. Гарь пороховая. И смазка. То есть пистолет в портянку был завернут, а ветошь ее его чистили. Так вы говорите, на Семьозер я поехал? Здесь останься, вдруг вернется мимо нас. Митя, пошли. Сергей Сергеевич. Черт! Ну нельзя же так. Рыбу напугали и меня тоже. О, крупная сорвалась. Ну не знаю, как у вас, а у нас сегодня улов хороший. Что-то я не пойму речей ваших. Я-то вам пошел понадобился. Да дело на минутку. Рубаху задерите. А портки не опустите. задерите. Рубаху покажи живот. Ага. Ладно. Стой, стрелять буду! упаси, кочадо с... болей, Алексеевич! Дева, храни кочадо свое, упаси от мукадок разновидного веки веков! Как вы? смотри, Митя, помогла, уберегла молитва. Чудо просто. Да, чудо. Ты тогда счастливый. Да, и так. Вставай, идем. Ну-ка, пошли. Давай, давай, давай. Ну что, дядя, считай, что норму ГТО ты завалил. Это фактическое признание. Да еще и статья сверхуже имеющихся. Нападение на сотрудника милиции во время исполнения. Да и хрен с ним. Семи смертям не бывать. Что рассказать надо? Про Фиделя и Трофима? Так это я их. Само собой. Разговор ваш с Тайкой подслушал под окном дома. Фиделя опасен. Откуда я могу позвонить вызвать своих? Но телефона у нас нету. Ближе всего сельсовет. Провести? Сначала тебя выключил из игры. Слышал в коридоре, как ты в Харьков звонил. понял, что у меня на все про все минут сорок. Прыгнул на велик и ходу. О, Господи! На помощь! Прокурора убили! Парабеллум еще с войны припрятал. Пригодился. Рушник взял как глушитель, метнулся к озеру, выловил молоток. Он у меня там еще с первого дела в камышах валялся. Подумал, если что, подкину кому. Тебе что, старик? Зять нужен. За добором пошел. Поговорить надо. Ну, проходи. потом быстро к Трофиму. Знал, что они в этот вечер пить будут. Фиделя сразу кончил. Он не мучился. Рубаху его натянул, чтобы из окна вроде как он был, чтобы Трофим не дергался. Это же надо так цацки любить, чтобы за них две души на тот свет. Да я думаю, Митя тут другой мотив был. Да? Барахло не интересовало. Интересовали бумаги. Из-за них-то и Трофима пытал. Времени оставалось мало. А что поделать? Спрошу еще раз. Отвечай, как на исповеди. А то же я только начал. А ночь впереди длинная. Успеешь еще умереть раз сто. Где бумаги? Где бумаги? Не было ничего. Отпусти меня, пожалуйста, батя. Клянись. Клянусь. Я мамой, клянусь, чтобы не пусто было. Я же обещала. Это за то, что Таю мучил. Тело Фиделя бросил в багажник москвича. Потом его в омут. Машину завез в Харьков и оставил открытый, чтобы разобрали. На попутки вернулся. Я забросил сверток с ценностями в барак Фиделю. На этом мои труды в этот день и закончились. Труды? Стахановец твою маму. Я про немецкие бумаги в разговоре с Таю не упоминал. А ты был уверен, что они в ларце. Откуда? Ну, не тяни, давай. А как не знать, коли я тот ларец сам собирал для одного немецкого чина во время последнего освобождения Харькова. Это как? До войны я работал в Харьковском художественном музее. Искусствовед. Потом пошел в подполье. Попался немцам. Пытали голодом. Склоняли к сотрудничеству. Шантажировали семьей. Ну и выдал я одну из ячеек подполья. Так вот оно что. Агент Сверчок. Всего раз. Потом служил в штабе Розенберга. Начальник был знатоком церковного искусства. А когда в сорок третьем текали с гестапоя одной, он бумаги сунул досье на агентуру. Меня в дороге ранило. Начальник исчез. Когда Натайя крестик увидел, сразу же понял, что ларец этот поп нашел. Не хотел я его трогать. Ну, честно, сглупил раз. Выпивши, пошел исповедаться. Я же все-таки не зверь какой-то. Я хороший человек. Просто война. Сложилось так. Сильно испугался. Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит. Нет, не могу. Не отпускаю. Да я же раскаялся. Повинелся. Очень жжет меня вина моя. Жжет. Всю душу сжигает. И аз. И аз недостойный. Властью его мне данную упрощаю и разрешаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь от меня лично. Вот тебе, мой. Испугался, что поп заложит меня. Но нет. С того времени отец Валерий и не общался со мной. Но тайну исповедения раскрыл. Уважаю. Службу знал. Не нашел бы тогда этот чертов ларец. Жил бы еще себе. Но там бумаги были. Они меня бы погубили. Да ладно я. И ты тоже. Отца Валерия перехватил ухода в ризницу. С пистолетом. Вошли вместе. Быстрее. В ризнице была поднята плита в подземелье. Понял, где поп нашел ларец. Поставил вопрос ребром. Отдайте бумаги. И богу, отдайте их закончим. Я благодарен, что не выдали. Вы настоящий священник. Верю, что и тайну впредь не нарушите. Давайте все закончим хорошо. Да я лучше сдохну. Пресвятая дева, храни я качада свое. Пистолет заклинило. Священник бросился прочь. Я за ним. Молоток со стола прихватил. Вбежали на колокольню. Отец Валерий достал откуда-то нож. Махал. Ранил меня чуток. Как не убил чудо. Уорачивался он, как уши. Я и голоса уже внизу слышал. Я в ловушке. Ушел быстро через... Через подпол. Молоток в озеро. Только потом, на субботнике, увидел, что бумаги эти немецкие отец Валерий в свои приходские спрятал. Сам лично жжег в костре. Тогда задышал свободно. Все? Следов-то нет? Да. Натворил-то делов. Да. Натворил. Да. Всего-то на одно. Пухлое уголовное дело с нехорошим финалом. Вставай, дядя. Идем в тюрьму. Там ужин скоро. А вот статья про наше дело. Ну-ка. Без срока давности называется. Предателя изменника родины, пособника оккупантов, настигла рука правосудия. Вот умели выражаться. Можно не гадать. Вышка. Сейчас посмотрим. Да. Гражданин Пасиута СС был приговорен к исключительной мере наказания. А вот про убийство отца Валерия что-то здесь ничего не сказано. Ты что? Это же разгар антирелигиозной кампании. Я не знаю, может, если бы два попа подрались, наверное, про это бы написали. А так, не к месту, товарищ. Ясно. Ну так что? Храним? Бережно. Дело-то какое большое. Ты чего не спишь? Поздно уже. А ты знаешь, со мной сегодня чудо настоящее произошло. Чудо? Даже два. Мне утвердили поездку в ГТР. Я-то думал, после истории с Зойкиным Хахарем все. Хана. А дося где? Держи, везучий. Думаю, вы довольны. Сегодня Алик вскрыл себе вены в камере. Я не виню вас за то, что произошло. Не вы его арестовывали, не вы его посадили. Я виню лишь себя за то, что предала его. Иногда неделя, папа, стоит больше жизни, а уж тем более карьеры. Я приняла решение. Я бросаю институт и еду на Целину. Не ищите меня. Я вас люблю. Что ж ты наделала, Сойка? Ты куда? На вокзал! Да, я ищу. Я вас люблю.